На следующей неделе в Центральном выставочном зале «Манеж» впервые пройдет масштабный архитектурный фестиваль. Форум станет местом встречи и диалога участников современных архитектурных процессов в городе, профессиональных школ и университетов, известных бюро и молодых специалистов. Наряду с форумом значимым событием станет выставка «Архитектон», которая представит взгляд на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик. Ее уличная часть магистрали уже открылась. С работами 15 молодых архитекторов этим утром знакомится наша коллега Дарья Богдашкина. Мы можем к ней присоединиться. Даша, тебе раз еще говорим доброе утро. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Петербург. Что стоит перед нами? Башня, дженго, маленький небоскреб или просто штука? На самом деле это архитектон, который хочется сразу же сфотографировать. Архитектон – это архитектура будущего. То есть, друзья, можно посмотреть, в каких, например, зданиях мы будем жить через энное количество лет, ну или через энное количество веков. Подробнее об архитектонах мы сейчас поговорим с Лизой Савиной, куратором фестиваля «Архитектон». Лиза, доброе утро. Здравствуйте. Итак, 15 архитектонов. Авторы – все 15 молодые архитекторы. Да, это было очень важное решение – выпустить в проект именно молодых архитекторов. Здесь не только молодые архитектурные бюро, там вот здесь есть архитектурное бюро «Челы» или архитектурное бюро «Стены», но есть прямо реально вчерашние выпускники, люди, которые в этом году защитили диплом. И это суперважная история, потому что когда ты молодой архитектор, шансов у тебя выйти в городскую среду реально не очень много. А попробовать строить объект в плоскость, не в плоскость, а в пространство – это очень важная часть, потому что в этом есть залог, ну, наверное, понимания того, как город и вообще окружающая среда будет коммуницировать с твоим объектом. С этими объектами, по-моему, коммуницирует все замечательно. Итак, обратимся к этому объекту – архитектурный неопознанный объект, он так и называется. Очень интересная историческая завязка. Расскажите, пожалуйста, друзья, обратите внимание, что там внутри? У нас вообще по факту есть два архитектона, которые делают такую историческую отсылку. Первый архитектон находится на улице Якубовича, вводный, он про Адмиралтейские верфи. А вот этот архитектон, он тоже про Адмиралтейский канал, который раньше был на месте Коногвардейского бульвара, и Коногвардейский пул, который здесь стоял. Видите эти кирпичи? Это спрессованная глина и сено. А глина – это смесь ила, которая была добыта нашими прекрасными архитекторами со дна канала, который огружает Новую Голландию, потому что именно этот канал был как бы частью того вот этой вот системы водной, которая подходила сюда. И там у нас еще череп. А это череп коня, потому что Коногвардейский полк. Виза, пройдемте дальше. Это у нас архитектон, друзья, сделанный из соли. Тоже, ну, просто единичный случай. Петербург – город морской, поэтому у нас, как бы, вот этот вот наш морской ветер не очень соленый. Нам хотелось, чтобы он был чуть более соленый. И здесь очень важная штука, что он трансформируется. Это, как бы, объект, который также является процессуальным искусством. То есть эти вот штуки сделаны… Это соль, которая сварена с ПВА, и оно в процессе стояния, здесь два месяца будет стоять вот этот объект, будут постепенно оголяться структурой. И вот вы видите, что уже стала появляться, какие-то дожди уже прошли, и у него он будет становиться такой красивым-красивым каркасом желто-белым. Здорово. Лиза, скажите, архитектон, вот я сказала, да, это про будущее, но здесь у нас есть архитектон русская печь. Как? Как это совмещается? Ну, во-первых, смотрите, русское будущее не может существовать без прошлого. Мы все равно всегда на что-то опираемся. Во-вторых, эта печь – это, конечно, оксюморон, потому что это деревянная печь, ты не можешь ее зажечь, ты как бы, она нефункциональна. Но форма, кстати, несмотря на то, что мы реально переживали, когда ребята показали этот проект, оказалась невероятно популярной, потому что печь – это то, что каждый узнает. Здесь сидят дети, сюда ездят свадьбы. Мы приезжали когда-то тут вечером устанавливать освещение, и мы увидели, что здесь у нас как бы фотографируется свадьба. Я считаю, это вообще 100% успех. Когда приехала свадьба, значит, ты как бы на коне. Да. Друзья, если у вас свадьба, поэтому вы знаете, куда обязательно приезжать. Но даже если нет свадьбы, не расстраивайтесь, приходите, все можно потрогать и даже забраться внутрь. Вот так, друзья, возможно, будет выглядеть Петербург через сколько-то лет или веков. Даша, спасибо тебе большое. Во-первых, за позитив, во-вторых, за интересную экспозицию, часть которой мы уже с нашими зрителями, Ксения, смело, можно сказать, посетили. Поэтому на выходные спокойно отправимся на дачу. У нас там тоже очень много дел.